В Кишиневе проходит специализированная выставка, ярмарка, сельхозтехники и инвентаря последнего поколения. Трактора, комбайны, спецпредложения по кредитованию и покупке. Заинтересованных меньше, чем в допандемический период, но они все же есть. Большинство признаются, ходят как по музею. Техника стоит от 2,5 до 120 тысяч евро. Для одних агрария в сумма непостижимая после двух неудачных лет. Для других, возможно, только в кредит. Компания Николая Граура представляет белорусскую и российскую технику. Он уже заключил несколько контрактов, но отмечает, покупатели вынуждены залезать в долговую яму. Более всего они берут, конечно, финансирование, финансирование с банков, финансирование по программам, как 2КР, по МЕКАГРА. Но больше они, конечно, берут через кредиты банков. А вот Виктор Савка, владелец 500 гектаров пашни в Каушанском районе, даже в кредит новый комбайн пока себе позволить не может. Из-за повышения цен на дистопливо мужчине пришлось значительно увеличить расходы на обработку земли. «Раньше обрабатывали землю 200 лей, а сейчас уже до 800-1000 лей. Дорожало всё». Об увеличении цен говорят и другие предприниматели. «Санскумпирки, аж палачен зашла сутану, он ли казур. Писточитель экземплей. Писточитель санскумпир. Точий диимпорт». Традиционно на выставке могут продать свой товар и производители саженцев. У их рядов всегда многолюдно. «Он прокурат не ждет, туфи не ждет. Ночь. Девосебий Фромос и Форт Фромос, Молтамарфа, есть и Олежири. Не плачет. Мой детский элемент». Выставка «Молдогротех» проходит в 29-й раз и впервые на чеканах, за городом, а не на привычной площадке перед Молдэкспо. «Конечно, это намного тяжелее, чем на наших площадях выставочного центра Молдэкспо. Это чувствуется. Но мы гордимся тем, что мы организовали данное мероприятие». Выставка продлится до вечера субботы. На 2500 квадратных метров расположились более 100 участников из пяти стран.